Сейчас ездил на машине, где-то в сторону корабельников, там в два у меня маленьких улья залетели реки, я даже не ожидал. Шесть было где-то, в одном месте три, в другом три. Вот сейчас поехал, они вовсю летают, вот на пасеке я сегодня весь день ходил к пчелам, рамки забирал, вот тут одна-две пчелы летают, а там вон вот этот и вот этот улья, вот пасек это, ну тут не все понятно, вот-вот-вот-вот-вот-вот, вон у меня дымать там, тут ульи стоят, вон в тот шешни гнездо сделали, я их ловлю, ну 15 этих, поймал, остальные куда-то разлетели, завтра буду еще ловить, но потом домой поеду так уж, не знаю, вон там сачок у меня лежит, это вот сачок, подлетает какой-нибудь шешень, я его хватит, и будь здоров. Вон там еще улья, хо-хо-хо, вон там куртина улья, ну один сегодня ликвидировал, но зато рамки забрал. А в этих пудо-подвата, меду есть, я удивился даже. Так, ну стой, вот первый вот этот, мыши, вон зимой всю стенку изгладали, все тут вот изгладали, все изгладали, на этом улья вверху муравьи живут, прямо гнездо буду потом убирать, не знаю, обломились рамки, не обломились, тут по три рамки, остальные у меня просто палочки были навощенные, оттянули, не оттянули, буду смотреть. А вон в том улье, в райе, сверху мышь гнезда устроила, и там от люпина, эти семена, ну грамм 300 прямо запасено, она хорошо, внизу мед, перга, пчелы, это мясо, сало, комбинжир, а сверху еще овощи, нормально приспособилась, она бы хорошо тут пожила, не знаю где она там сидит, может внизу еще в улье гнездо-то сделано, сверху да и внизу ящерицы тут и все что-то попритихли, вообще я их вез, растрес, они начали вылезать вот отсюда, не знаю, летки-то были заткнуты, я думал щели где-нибудь еще, но нет, дуни двойные тоже, мыши хоть и грызли, но они в основном стенки, вот эти древ плита, вон все источили, ну заразы, и вон у того тоже улья, вот где, вон все вокруг гвоздей и здесь, а вон, ага, ну это же какое-то паразитизм, ну это же гады, паразиты, вон там, прямо источили все, да все снизу, зачем им тут точить-то, летки были открыты, залезай, ведь не крысы же, здесь вот все источено, вон, бедные пчелы, если бы они на зиму остались, вот я, я бы это, забыл их, еще-то 4 улья пустые, вот из 6 2 залетело, ну нормально так это, сколько процентов, 30 процентов, только не знаю, что там, может они летают, и там под елками было, остались на елках, ну, может стыщенку пчел там, да стыщенку тут, ну как их собрать, пусть летят домой, откуда рой улетел, не знаю, может от меня улетел, тут два роя точно у меня ушло с матками, а вот еще не знаю, может их не один десяток ушел, ну вот этих я проверил, вот этот улей хорош, я у него сколько-то, 8 рамок полнометных взял, вот из этого взял, там что, 6 рамок полупустых, вот им дал еще 7 полнометных взял, вот из того взял, вот из этого взял, ну вот из этого, рамки 2-3, вон в том нормально, это нормальная улья, а вон там улья, вот эти вот маленькие, не с магазинами, я вторые магазины поставил, убирать не стал, его не наносили, не знаю, хочу с магазином ее ставить, в первую зиму, вот я покупал пчел, один улья с магазином был, так хорошо перезимовал, а без магазина, да переутеплил, все, задохнулись, вот уже темно, пчелы почти не летают, и эти притихли, холодно, сыро будет опять, трава сырая, ну какая краса, да холодно ведь, выходишь, вот невозможно, вот, ну-ка, если там все нормально, так подтащу им покрупнее улей, пересажу, еще рамки медовые есть, нет, так вон в тот улей, там он рой у меня сидит, безматочный был, матка облетела, сейчас все, я им дал тоже метку, ну еще можно дать, а если нет, вот этот присоединю, да еще чему-нибудь, ну хорошие ребята, отлично. Продолжение следует...